Приветствую всех, друзья! Как обычно, утро начинаем с новостей и в этом выпуске. Александр Емельяненко поспорил с главой Ахмата, забит Магомед Шарипов, рассказал про бой с Макгрегором, бой Нэта Диеза и Дастина Парье в разработке и многое другое. Всем, конечно же, приятного просмотра и мы начинаем. А начнем мы с потенциально крутого анонса. Бой Дастина Парье и Нэта Диеза может стать частью традиционного ежегодного мероприятия UFC, который состоится в июле на международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. Об этом в интервью сообщил бывший временный чемпион Дастин Парье. Вчера вечером я разговаривал с главным матчмейкером UFC Шоном Шелоби. Они предложили нам провести бой на международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. Еще вариант есть подраться в мае в Калифорнии. Посмотрим, согласится он или нет. Предложение у него на столе. Кстати, Парье и Диез должны были драться еще в 2018 году, но в результате бой был отменен. Причем оба бойца до сих пор обвиняют друг друга в срыве поединка. И вот что на этот счет думает Дастин. В прошлый раз был полный бардак. Не без разницы, что он говорит. Он знает правду и что случилось на самом деле. Они предложили мне на замену Кевина Ли, но в итоге из этого ничего не вышло. Но если сейчас Диез скажет Да, я думаю он выйдет на бой, рассказал боец. Лично от себя добавлю, что был реально интересный. Но согласится ли Диез, тут вопрос. Ведь буквально недавно ходили слухи о том, что он может провести бой и с Коннором Макгрегором. И мы-то понимаем, какой бой Диез выберет. Пишите в комментарии, какой бой бы вы хотели увидеть. Если состоится поединок Парье Диез, то, по вашему мнению, победит. Двигаемся дальше. Забит Магомед Шарипов сейчас готовится к своему следующему бою, который точно состоится 18 апреля на турнире UC249. Соперник известен, но пока контракты не подписаны, боец просто не имеет права называть его имя. Но тем не менее, все уже догадываются, что соперником станет Брайн Артега. И более того, бой будет претендентский. Так что для Забита это самый важный бой в карьере на данный момент. Если он хочет стать чемпионом в ближайшее время, ему нужно обязательно его побеждать. Также в недавнем интервью наш боец просуждал о переходе и в легкий вес, а также при каких условиях он бы мог провести там поединок. Если рассмотреть космическую ситуацию, если предложат бой с Коннором в легком 70, то тебе было бы интересно с ним подраться, просто вот посмотреть, что это такое? Да, можно, почему нет. И ты бы 70 согласился? Да, можно набрать, как-то вес набрать. Можно, но у меня очень тяжело набирается, я не знаю почему. Раньше что весело и больше, под 80 было, что от 76-77. А вы что думаете по поводу его боя с Сироном? Да, я даже не смотрел в бой, честно скажу. Прямо даже не видели, как он накладировал? Интересно. Забит против Коннора это очень интересно. Но еще интереснее, конечно же, будет увидеть его в бою за титул по легкого дивизиона. Пока этого не произойдет, я думаю, Забит не собирается думать ни о каких Макгрегоров и прочих бойцах. Александр Емельяненко прибыл в клуб «Ахмат» и уже провел первую тренировку, чтобы подготовиться к своему бою против Магомеда Измаилова. Емельяненко поприветствовал руководителей клуба «Ахмат» и неожиданно для всех они заключили между собой очень интересные пари. В чем она заключалась? Так в том, что Емельяненко должен полностью отказаться от алкоголя на год. В случае, если Александр не выполнит условия, он должен будет вернуть машину, подаренную ему президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. «Я отдаю машину, которую подарю мне Рамзану. Если ты выпьешь, ты отдаешь машину, на которой клуб». «Если я никогда не выпью, я все отдам, хорошо?» «Ну так не пойдет. Кто перебивает?» «Хорошо. Давай, давай, давай. Так тоже я согласен. Как сказал?» «Да он не надо мне все отдавать». «Все? Хорошо. На машине. На машине. На машине сплынем?» «Хорошо». «Давай, кто перебивает? Давай, Муран. Через за сколько?» «Сколько ты сможешь?» «Нет, ты говори». «Я всю жизнь могу. Ты сколько сможешь?» «Добою хотя бы». «Нет, они надо больше. Год на полтора. Давай, давай, давай. «Давай, на год». «Серьезно, люди собрались. Год по-любому. Давай». «Давай». «Какое число сегодня?» «Вот, вы видите, сейчас в такой форме. Он очень много будет там делать этот год. Но, год закончен, мы опять еще два года». «Хорошо». «Вот слово дал. В такой форме». «Делайте ваши ставки, друзья. Продержится ли имя Леянько. Год без алкоголя». Ну и напоследок, Джон Джонс продолжает оправдываться и доказывать всем, что победил Доминика Рейса уверенно. Одному колену нужно еще несколько дней льда, а кроме этого чувствую себя превосходно. Ощущаю себя чемпионом каждой клеткой. Во втором раунде самый лучший момент Доминика. Заберите у меня очки за пассивность. Соглашусь, мне нравится, что случись у меня конкурентный бой, так все твердят, что претендент победил. Полагаю, это неизбежность статуса. Доминик перестрелял меня буквально 12 ударов. Я оценил тейкдауны, был агрессором, контролировал октагон в каждом раунде, попал большим количеством значимых ударов. Доминик абсолютно перестал сражаться в чемпионских раундах и еще иметь дерзь злиться на судей. Не злитесь на судей, злитесь на выносливость Доминика. Парень начал сдавать, как только оказались в глубоких водах. А теперь раздает интервью, заявляя об ограблении. Когда только молодежь станет ответственной, что не так с новым поколением. В конечном счете я стал классикой. Сижу в Ольбукерке с улыбкой до ушей. Такие бои в кайф. Я чувствую себя живым, чувствую себя человеком. Особенно после того, как я продемонстрировал крепость своих шаров, победа со всех сторон. Знаю, что ненавистники злятся, это лишь добавляет радости. Подобные бои фанаты не забывают, так творят историю. Скорее всего, это единственный раз, когда я защищаю свой бой. Рад тому, что заставил всех обсуждать. Вряд ли люди осознают, насколько приятна мне эта победа. Скромность, восстановление рекорда, финансовая сторона, новое противостояние. Все это будет во мне зверя. Реванш с Домиником, кто-нибудь скажи Дидану Уайту, позвоните мне, рассказал Джонс. Но в это время Доминик бросает новый вызов Джонсу и предлагает ему место проведения реванша. Давай побегаем снова в Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе, Джонс, написал боец в Твиттере. И что думаете насчет реванша? Сможет ли Доминик показать такой же конкурентный бой? Учитывая то, что Джонс в реваншах всегда выглядел убедительнее и одерживал победы досрочно. Ну а на этом хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Поддерживайте его и лайком. Ну а также, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг все еще не подписаны. Всем пока!